Сама Москва стремится увидеть украинский след в этих терактах, которого, конечно, очевидно нет, вот, по очень многим причинам, детали мы много раз уже обсуждали, ну а с другой стороны, все равно, хотим мы того или нет, но происходящие в Москве события, связанные с терактом в Крокус-Сити-Холле, они будут влиять на много аспектов и самой войны, и действия Москвы под предлогом украинского следа, да и Соединенные Штаты худо-бедно нововлечены в это уже тем, что пытались предотвратить эти теракты, предупреждая Москву об этом и публично, и не публично, и так далее. Давайте вот с чего начнем. Андрей Андреевич, на ваш взгляд, зачем Москва упорствует, рассказывая небылицы про украинский след? Потому что вот сегодня и Патрушев, и Бортников, и сам Путин в очередной раз заявили о том, что, ну, он говорил там про окно, которое открылось, куда ломились, значит, Брянскую область на границу с Украиной террористы, и, значит, по ходу сбросил, значит, то ли ИГИЛ, то ли Украина, Патрушев сказал, конечно, Украина, ну, и Бортников целые пункты выдал, каким образом, прежде всего, Украина, ну, и ее партнеры на Западе имеют отношение к совершению теракта 22 марта в Крокус-Сити-Холле. Давайте со следующим, почему они упираются, почему они идут против очевидных фактов, отсутствия их, потому что, ну, я не знаю, как можно ехала машина через Брянскую область к белорусской границе, а вдруг, оказывается, окно должно было быть на Украине, ну, и так далее. Ну, и таджики, совершенно очевидно, не украинцы совершали исполнительное, ИГИЛ взял на себя ответственность, ну, и так далее, и так далее. Ну, во-первых, самое кричащее противоречие во всей этой российской версии, что и как раз вот эти таджики, которым там уши отрезали и скормили, они никакого отношения к тем убийствам не имели. Там вот четыре человека, действующие 18 минут в зале, и четыре человека, которых нам показали, пытали российские садисты, мы говорили с каким-то нацистом, Русич, кажется, его зовут. Это совершенно разные люди по биомеханике, по психофизике, по поведению. Вот, даже это признают, ну, в общем, все эксперты, в том числе и близкие к власти. Очень многие из них отмечают с каким-то даже чуть ли непрофессиональной оценкой, с любованием, мастерством вот этих людей, которые осуществляли за 18 минут эту операцию, овладели громадным зданием, убили там в результате, ну, до 200 сотен людей, взорвали все здание. Ну, они действовали, это совершенно не похоже на поведение тех дворников и парикмахеров, которых были назначены исполнителями. Ну, и, кстати, что мне бросилось в глаза, это, ну, во-первых, это не походило и на поведение таких игиловцев, классических, такие люди, идущие на смерть, шахиды, мрачно исполняющие свой долг. У них поведение была какая-то такая лихость, военная лихость, бойкость такая, понимаете? Ну, вот как мне даже подумать, вот так, с такой же лихостью, там, российские десантники или спецназовцы сдают экзамен на какой-нибудь голубой или синий билет. И, что очевидно, они чувствуют себя очень по-хозяйски. В каждом движении сквозил их уверенность в том, что в громадном помещении нет ни одного вооруженного человека, что целый час, даже уже через час после их выхода оттуда никакие вооруженные люди туда не войдут, что об этом все позаботились какие-то другие замечательные люди, что в это же самое время какие-то другие сообщники поджигают потолок, потому что потолок, да, было видно, что они подожгли сиденье потолока, они подожжать не могли. Это, кстати, отмечают даже, даже сбивают в толку так называемых Z-военкоров. То есть, вся вторая часть вот от погони за так называемыми террористами, она была абсолютно постановочна российскими спецслужбами. Но так как эти обе части были связаны в один сценарий, через хотя бы, через тот же автомобиль Белое Рено, на котором якобы террористы приехали, и предполагается, что те же самые блестящие спецназовцы настолько глупые, что решили на этом же, на этом же засвеченном авто уехать. Кстати, они зарекомендовали себя великолепными стрелками, пока же они не оказали никакого сопротивления там в Брянской области и так далее. Но, отвечая на ваш непосредственный вопрос, мы же помним, что первые слова, что их послали об Украине, были сказаны, кажется, одним из них, кажется, тем, после того, что он съел собственное ухо. Ну, слушайте, позвольте, мы можем поставить следственный эксперимент. Давайте отрежем Владимира Владимировича ухо, заставим его съесть, и он вам расскажет все. Он признается не только в том, что они с Патрушиной взорвали пять домов в Москве в 99-м году, он признается, что и башню Близнецы он тоже взорвал. Ну, так что вот эта идея украинской ответственности была с самого начала заложена в сценарии этой операции, и теперь отступать от нее уже поздно. Хорошо, тогда такой вопрос. Какая реакция в Америке была на происходившее? Вот американцы сразу сказали, и, видимо, знали заранее, что это Хоросан, одна из провинций Афганистана, сетевой структуры ИГИЛ, сунитская радикальная группировка, одной из мишеней главных ее является Иран, они совершают теракты именно там. Заявили об этом сразу, и, видимо, располагали информацию гораздо больше, чем, в принципе, располагала Москва, потому что, ну, и публично, в канун 8 марта объявляли о том, что посольство, надо опасаться больших терактов, и передавали информацию российским спецслужбам, правда, они после теракта 22 марта объявили о том, что действительно информация передавалась, но без конкретики, нормально, да, без конкретики. То есть, они конкретики заниматься сами не хотели, получается. Ну, и сейчас снова сделали такое заявление, что опасность терактов сохраняется, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Как в Америке это все воспринимают? Как Америка сама в этой ситуации ведет себя, как защищается? Ну, и, собственно говоря, оспаривает украинский след, о чем американцы сразу сказали представителям спецслужб американских о том, что никакого украинского следа там поменим. Ну, Америка вообще сейчас ведет себя по отношению к Украине и к России достаточно двойную игру. Давайте, вот, мне, например, как раз-то все сгустилось, вот в одни и те же дни были вот этот страшный теракт, и буквально за день до этого, за два-два позорнейших визита американских государственных детям в Киев. Первый был это сенатор республиканца Линдзи Грэхэма, который два года позиционировал себя как друг в Украине, он там десяток раз бывал в Украине, а сейчас он приехал в Киев и пытался объяснить, почему он не проголосовал за законопроект о предоставлении в Украине, 65 миллиардов долларов. Идиотские, Андрей Ильич, вот его объяснение совершенно идиотские. Его идиотские, они подлые, и наивно подлые, да, идиотские. А я побеседовал с Трампом, а вот Трамп, он очень хороший человек, он тоже желает добра в Украине, и он предлагает, что не нужно было этот законопроект, а нужно другой, чтобы в Украине давали деньги взаймы. Ну, хорошо, какая разница взаймы или незаймы, нам не важно. Важно, чтобы шло оружие. Если бы было достаточно для победы, то после победы благодарное человечество десятикратно покроет все долги в Украине. Но фокус Трампистов в другом, что раз нужно предложение взаймы давать, так сейчас Конгресс ушел на каникулы до 9 апреля. С 9 апреля он вернется, еще два месяца будет рассматривать новый закон. Пока они протянули уже полгода. Напомню, что этот закон, которым требуется сейчас, прошел Сенат, требуется, ну, 10 республиканских голосов. А вот такие, якобы, друзья Украины, Грэхам, да он действительно искренний друг Украины и готов был в себе голосовать. Но Трамп его запугал, он запугал всю эту шобу республиканскую. Спикер, он запугал тем, что если он поставит вопрос на голосование, его выкинуть со спикером. Других, в том числе, видимо, и того же, этого самого Грэхама, запугал тем, что они все проходят через Прамерис. Все проходят через Прамерис. А у Трампа есть вот эта территарная секта, которую он гоняет на Прамерис. Прамерис, там же не все члены партии голосуют, а ангажерные активисты. То есть у Трампа есть ресурс, который может влиять на победу или поражение на Трампах, как бы недружественных ему князь. И вот они все отказываются от своих убеждений. Но еще более позорно было... Ну, я его всегда считаю негодяем, этого Салливана. Помните еще? Я участвовал в разоблачении переговоров, которые Салливан организовал в Москве через Тома Грэхама, который... Мы получили пленку Грэхама, где он говорил, я сидел напротив ближайших советников за столом Путина, и объяснил им, что мы, Соединенные Штаты, заинтересованы сильной Россией, проецирующей стабильность всей своей эфирии. И вот для чего приехал? И вдруг этот Салливан приехал и начал какие-то правильные срагать. Мы, знаете, мы за победу Украины, мы всегда стоим, будем защищать Украину. Зачем? Он этих слов никогда не произносил. Он всегда говорил, что он за так называемое непоражение Украины, а созвучие непоражение России. А он приехал с двумя требованиями, сволочь. Первое. Не смейте ударять по нефте, этим самым перерабатывающим заводам, потому что это отрицательно сказывается на ценных ценах, это мешает держать Байдену. Это каким цинизмом нужно обладать, чтобы, приехав в растекающую кровь Украину, его защищает, везде гребаны свободными. Нет, пожалуйста, не защищайте. Не защищайте. Пусть у русских самолетов, которые громят ваши города, будут побольше бензина. А нам нужны там экономические... А второе. И второе требование. Вот вам скоро подступит F-16, европейские страны. Я лично делаю все, чтобы они к вам никогда не поступили. Все-таки они к вам поступают. Это не наши самолеты, это европейские самолеты. Но мы, как производитель, обладаем правом наклануть ограничения. Так вот я накладываю значение, чтобы вы ни в коем случае не ударяли по российской территории. Что такое? Ну, это не укладывается ни в какие рамки. Но также примерно они велись в этом случае. Откуда они знали об готовящем акте? Ну, это сравнивают с той же осведомленностью американцев за неделю перед началом полномасштабной войны. Помните, они каждый день в феврале докладывали о последних перемещениях российских войск, разоблачили несколько планов русских подложным флагом или террористической атаки на Донбассе. Тогда даже возникли конфликт с украинскими властями. Зеленский как бы обиделся на них, что они панику бывают. Откуда они все знали? Они прекрасно слушают, у них прекрасное электронное средство шпионажа. Видимо, они слушают бункеры российской власти. Вот и сейчас они прослушали, видимо, этот план. Ну, я вернусь к тому, что я сказал. Во-первых, все согласны на 100% что-то погоня, арестованное, отрезание ух, признание в уши, извините. Это все постановка российских спецслужб. Но из-за вторая серии постановочных, наверняка и первая. Тут возникают различные сценарии. Ну, тем более, что повторяется же все же, понимаете. Один мой друг сказал, хорошо, что если в городе есть серийный преступник, еще не наказанный, и совершается такое же преступление, то, конечно, первым подозреваемым становится он. Этот серийный преступник взрывал дома в Москве, организовывал, в Лизане пытался, организовывал теракты в Норд-Осте, Беслане по одной и той же схеме. Ну, тут различные варианты, возможно. Значит, либо в Лизане там просто откровенно работали ФСБ, что там вообще не было, и хрестовала местная полиция. Вы помните, как перед нами выступал министр Малер Рушаев и доложил о зватьхих террористов. В Норд-Осте и Беслане была более тонкая схема. Там действительно было нападение отряда Басаева. Кстати, Басаев сам более года был агентом Российской КРУ и готовился на его базах, потом играл в футбол головами грузинских пленных, обезглавленных в Абхазской войне. Но там он, тогда он действительно был врагом России, организовывал вот эти наливы. Но каждый раз внутри этой террористической группы были внедренные российские спецслужбы и люди. Беслане – это известный человек, один из организаторов этого акта, был за два месяца освобожден российскими службами и заключением, чтобы он лучше к этому подготовился. Также в Норд-Осте один из священцев потом выжил, вышел и перед тем, как его в конце концов убили, дал развернутое интервью. Это второй вариант. Ну, наконец, некоторые аналитики предполагали третий такой вариант, что действительно они узнали, они готовились, все было совершено настоящими террористами, но Москва специально дала всем это все. Это не совершится, чтобы потом продолжить свой сценарий повесить на Украине. Я в разные возможности, я склоняюсь еще раз по поведению, по уверенному хозяйскому поведению этих людей, которые там расстреливали. К этой акции они должны были готовиться несколько дней, они должны были освоить, освоить эту территорию. И мы увидим, как эта территория специально была подготовлена для них. Я склоняюсь, что там были самые обыкновенные российские спецназовцы. А что касается американского предупреждения, ну, они слышали какие-то разговоры, они знали, что в России... А, кстати, вот мало кто обратил внимание на очень интересное сообщение Гроздева, Христа Гроздева. Он не первый раз это сообщает. Когда после того, как американцы вышли с Талибана и с Афганистана, там начались серьезные сорокновения между этим так называемым ИГИЛ Хорошан и Талибом, российская группа вывезла оттуда десятки людей, принадлежащих к региону Хорошан, и пестует их в Москве или в других, может быть, местах в Российской Федерации в течение года. Видимо, что это слышали, слышали американцы по этому поводу. И даже они могли быть... Они могли точно знать, что это провокация, готовящаяся российскими войсками. Ну, вот в той российской спецслужбе. Ну, и той вот сложной системе отношений между Соединенными Штатами и Россией, когда, видите, Россия, кажется, не просто противник, просто враг, который уничтожает союзника Украину, а какой-то партнер, с которым экономические договоренности. Они ограничены только тем, что предупредили своих сограждан. Ведь основной пафос этого заявления было, подхваченный, кстати, всеми посольствами, там, Южная Корея, там, Синдепо, все немедленно-немедленно увозите своих граждан. Будет, и они прямо указаны, Москва, концерт, это два ключевых слова было. Они знали готовящиеся плане, возможно, знали, что он готовится российскими спецслужбами, но разоблачать российские спецслужбы они не стали, как раз вот потому, что они ведут достаточно сложную и двойную игру сейчас с путинской Россией. Андрей Андреевич, давайте тогда так, с другого бока зайдем. Допустим, все-таки мы слышали заявление самого ИГИЛ на подтвержденных ресурсах, и там даже видео, размещенное из концертного зала Кроковского хитихола, там даже полное видео предполагает о перерезании горла одному из пустителей и так далее, расстрелы, ну, чуть заблюренные лица, ну, то есть они не отрицают, зачем ИГИЛу-то вовлекаться, если это постановочная вещь, инспирация ФСБшная, зачем ИГИЛу, а это подтвержденные ресурсы ИГИЛ, авторизированные, верифицированные, вовлекаться, собственно, в эту игру, беря на себя ответственность за произошедшее? Во-первых, никакого ИГИЛа, как централизованной организации, давно нет, а есть некий бренд ИГИЛа, которым пользуются различные группы, есть некие информационные ресурсы, называющие себя ИГИЛом, и один из таких и размечтил этот, эти материалы. Ну, так я не случайно какой-то комбинированного сценария, в котором были использованы, тем более, что в Москве, как выяснить, под рукой углу находятся десятки таких ИГИЛовцев. Но еще раз, это, я хочу различить, разграничить как бы мои гипотезы и абсолютно достоверные, достоверные обстоятельства, признанные всеми. Несоответствие вот этих лиц, которые осуществляли эти организованные убийства, и вот этих дворников и парикмахеров, которых схвачены, были схвачены, которым отрезали уши. А так и вторая часть абсолютно постановочна. Кстати, вот, я бы остановился на этой чудовищной показательной жестокости. Ну, хорошо известно, что в российских тюрьмах, так называемых слепостных органов, широко применяются пытки. Но такие чудовищные пытки никогда, они же сознательны, все это делалось под камеру, везде это устранялось. Более того, в социальных частях, вот, вы видели, наверное, многие наши зрители и слушатели, прошел конкурс, с молотка был аукцион продажи того ножа, которым отрезано было ухо одного из таджиков, он прошел с большим успехом. Потом продавались такие же параллельные ножи. Это не эксцесс исполнителя, это сознательная психологическая акция, то есть общество опускают на гораздо более низкий уровень варварства, казалось бы, куда уже дальше невозможно. И еще раз повторю, ну, тоже очень странно, давайте примем, так сказать, как бы официальную версию. Вот какие-то очень организованные, высококвалифицированные террористы совершили вот страшную акцию и избежали. Кого бросали к ним на погоню? На погоню был направлен какой-то ЧОП, ну, раньше это были Вагнерсы, сейчас называются ЧОП-Ледут, руководимый, принадлежащий Министерству обороны, на главе с таким знаменитым фашистом Русичем, которые еще недавно, Русич и ему подобные, сидели в тюрьме, а сейчас они герои, которые задают свою повестку дня, повестку дня насилия. Мне кажется, да, и вот я хотел бы связать с этим, вам не показалось, некие странности в поведении Путина, ну, какая-то неуверенность в нем сквозит, ну, я не говорю уже о долгой паузе, ну, вот вчера какое-то очень длинное заявление было на встрече с силовиками, ну, во-первых, оно было Путином и каким-то компромиссным в версиях, он сначала, да, он признал, да, совершили исламские террористы, это мы не оспариваем, хотя довольно долго это оспариваем, для нас важен вопрос, кто эти заказчики. Потом он вообще какое-то, у меня такое ощущение, что, ну, не ощущение точно, он не мог быть посвящен во все детали операции, ну, он дал какое-то общее добро на организацию еще одного показательного тракта, но, возможно, там разные структуры взаимодействия, ему хотелось бы узнать, как все это происходит, но нет, он открыто говорит, что у нас еще нет полной картины, случившегося, он сам недоумевает, кто организовал, например, какие именно структуры, а вот это переход к новому виду, к новой степени чудовищного насилия, жестокости, это, я думаю, даже при всей его подрости и порочности, вряд ли это санкционировало им лично, ну, потому что такой беспредел может, в конце концов, угрожать и ему, в этой атмосфере, вот, это насилие проповедует и реализует те люди, которые всегда критически относились к нему, считая его недостаточно жестким в отношении там к корейнским фашистам, к Западу, ну, когда-то, в каком-то этапе таким людям может прийти такая идея и с его ушами что-то проделать. Мне кажется, он сейчас несколько растерян и не понимает, какие спецслужбы в какой части этой постановочной трагедии это шестерн.